В эфире «Школьное радио». Вещание начали ярковские старшеклассники. Оборудование приобрели за счет районного бюджета. Пока передачи выходят по пятницам во время перемены, их повторяют во вторник. Однако сетку вещания планируют расширять. В каком формате намерена работать редакция «Школьного радио» узнала Инна Михайловская. В эфире «Школьное радио» и своей ведущей Евгений Рыганченко и Дарья Умурцева. «Масленица» – один из самых красивых русских праздников. В нашей школе проводится несколько конкурсов. Теперь не обязательно читать объявления или ждать, когда классный руководитель сообщит. Информация сразу и для всех. За зимние каникулы провели оборудование по всему зданию. И с третьей четверти «Ярковская школа» стала радиофицирована. С голосами проблем не возникло. Женя стал первым радиоведущим, заканчивает школу и ЕГЭ на носу, но находит время написать новости и выйти в эфир. Признается, радио для него не блаш. «У каждого радиоведущего свой стиль подачи текста. И хотелось бы разработать свой, чтобы всем тоже было приятно слушать меня». Девятиклассница Даша присоединилась чуть позже. Девушка творческая, и поначалу ей стало просто любопытно. Теперь уверена, что это СМИ вечно. И как профессионал, прежде чем выйти в эфир, основательно готовится. «Сначала я подышу, чтобы собраться хорошо, чтобы нигде не облажаться. А потом только выхожу в эфир. Возможно, я даже выберу какую-то профессию, связанную с радио. И даже мы у вас были там на теменском времени». Но радио не первая СМИ. Вначале была газета. Выходит несколько раз в год последний выпуск к 140-летию школы. Авторы – ученики. Они объединяются в творческие коллективы классами. Редактор признается, что правка минимальная. «Вообще, если честно, стараемся оставить детский вот этот стиль, детские эмоции. Мы справляются в основном орфография, пунктуация, речевые ошибки». К газете присоединилось и радио. На него возлагают большие надежды. «Чтобы у нас было радио новостное, новости за неделю. Если у нас дети будут слышать, дети будут доносить информацию до своих родителей, но и отсюда информирована будет практически большая часть населения». А дальше – школьное телевидение. Правда, пока это только мечта. Но если она осуществится, тогда Юрковская школа сможет гордиться своим медиахолдингом. Инна Михайловская, Александр Вележанин. Тюменское время.